В прямой эфире на вашем экране Евгений Гараничев, который приходит на свой первый огневой рубеж. Стрельба из положения лёжа. По динамике начал он очень осторожно. В 8 секундах от фуркада Евгений. Очень тяжёлый подход здесь к рубежу. Последний выстрел пошёл в габарит, как говорят в таких случаях биатлонисты. Очень жаль, что четвёртый выстрел оказался неудачным. И Евгению Гараничеву придётся заглянуть на штрафной круг. Юлиан Аберхард. На подходе имел третий график в 5 секундах от фуркада. И он мажет. И он не безупречен. Ян Савицкий пока что является лидером соревнований спортсмены сборной команды Казахстана. Приятная, очень дружественная атмосфера царит на трибунах. Жаль, конечно, что организаторам никак не удаётся добиться аншлага. Вчера в спринтерской гонке на трибунах было около 9,5 тысяч зрителей. Сегодня с самого раннего утра, ну, наверное, часов за 5 до гонки уже тянулись вереницы машин. И со стороны Фибербрюна, и со стороны Леоганга. Причём очень много болельщиков приехало уже из Германии. Но вместе с тем есть тут даже места и на трибуне. И вдоль трассы тоже есть определённое количество мест, где можно наблюдать биатлон. Причём не только видя биатлонистов воочию, что называется, а и наблюдая за трансляцией по большим, огромным мониторам. Вот если сейчас бросить взгляд налево, вы увидите основную трибуну. За ней располагается такой небольшой шатёр, где находятся VIP-персоны и следят за происходящим. А рядышком такая площадь, на которой диджей развлекает публику перед гонкой и после гонки. И там творилось настоящее сумасшествие. Чешские болельщики праздновали победу Габриэла Саукаловой до самого позднего вечера до 7 часов. Ну, наверное, до полседьмого, если так по-честному. Потому что в 7 часов уже начинается церемония награждения на Медл Плаза в центре Хокфильцина. И они все постепенно перетекли туда, в сам этот небольшой городок. Я думаю, что за время всего этого чемпионата без сомнения всё население Хокфильцина побывает на этом чемпионате. И уже замечал, что в организации соревнований по биатлону, будь то Кубок мира или чемпионат мира, принимает участие половина населения. Половина населения Хокфильцина. Томас Хаукенас. Недавний подопечный Илмарса Бритцеса. Если кто-то думает, что Уляйнар Бьерн Даллен является самым возрастным биатлонистом. Нет, это не так. Самый возрастной это представитель Латвии Илмарс Бритцес, который заканчивал со спортом. И был некоторое время тренером литовской команды. Но вернулся. Вернулся для того, чтобы поучаствовать в своей седьмой олимпиаде. Но для этого ему ещё надо на неё отобраться. Кстати говоря, он тоже сегодня бежит. Илмар Бритцес стартует вслед за Максимом Цветковым. У него 54-й стартовый номер. Марта Амфуркат на отметке 5,6 километра. Уверенно опережает Владимира Ильиева на 24 секунды. По штрафному кругу и у того, и у другого. Евгений Гараничев приближается к отметке 5,2. Напомню, что у него после стрельбы был 19-й результат. Мы пообщались с двукратным олимпийским чемпионом Дмитрием Васильевым перед этой гонкой. И он заметил, что в принципе считает, что наша команда в хорошем психологическом состоянии. Несмотря ни на что, вот в данный конкретный момент ничто уже не может выбить её из колеи. Жизнь, что называется, побила. И так он уверен, что Антон Шипулин способен побороться за медаль как минимум сегодня. Но очень многое будет зависеть от стрельбы. И Доминик Ландер Тингер тоже этот постулат в данном случае подтверждает. В советские времена у нас были успехи в этом виде программы. С 1974 года проводятся спринтерские гонки в рамках чемпионатов мира. Николай Круглов-старший, который Константинович был первым чемпионом мира в этом виде программы далее. В 1976 и 1977 годах победу одерживал Александр Тихонов. В 1986 успех праздновал Валерий Медведцев. Что касается новейшей истории, то в 1996 году на верхнюю ступеньку поднимался Владимир Драчёв. К слову, наш последний обладатель Кубка мира, Большого Хрустального Глобуса. Но и в 2001 и 2008 годах лучшими становились Павел Ростовцев и Максим Чудов. Но Мартан Фуркат, вторая стрельба, внимание. Стойка у него не так стабильна в этом сезоне, и он мажет первым выстрелом. С двумя, я вам скажу, очень непросто будет претендовать на что-то серьезное французскому гению. Так, ну он, скорее всего, даже после...